Ни одно поколение не было настолько богатым, как тот, который сейчас умирает. Ваше население устарело. Заменить. Вы купили кровь женщин, да? Мертвую женщину. Жизненное обучение – это дискриминация. У вас степень по астрологии? Левен, а слово «элевен». Вообще мы не такие тупые. А мы можем просто их потом вырезать. Я начал говорить, хоп, а потом переход резкий. Пример млекопитающего, который не стареет. Это дает нам основания попробовать сделать из человека такое же. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Евгений Вольнов. Я Марина Лубенко. А это Павел Голуб, он забыл текст. Мы делаем шоу о будущем, которое мы все заслужили. Как и наших классных экспертов. С чьей помощью мы планируем разбираться в технологиях, которые меняют современный мир. Главное все время, Женя, ошибаться в фактах, перевирать новости. Все равно меня вырежут. Я хочу представить нашего гостя Петра Федичева. И Петр является одним из ведущих экспертов в области долголетия и технологий продления жизни. Я закончил в физтех. Имел возможность заниматься очень хорошей физикой. Ну, прям с лучшими людьми. И у нас, и за границей. Я работал в Амстердаме, я работал в Австрии. Я работал в лабораториях людей, которые получили Нобелевскую премию и до сих пор находятся на шорт-листе на Нобелевскую премию. Делал совершенно замечательную физику. Пока не встретил людей, которые объяснили мне, что рынок фармацептики уже в 10 раз больше, чем рынок вооружений. Причем с ковидной историей мы понимаем, что фармацептика на подъеме. И мне кажется, что 10 лет назад я сделал правильный выбор. Несколько лет мы довольно успешно этим занимались и довольно быстро поняли, что проблема современной медицины не в том, что какие-то физтехи не могут подобрать молекулу против какой-то биологической мишени. Проблема современной медицины в том, что биологи и медики не знают, против каких белков, генов и мишеней нужно делать лекарства для того, чтобы вылечить болезнь. И вот когда на вот этом новом этапе развития мы стали думать, а как же применить наше физическое и математическое знание, чтобы найти именно мишени, то есть именно регуляторы определенных болезней, гены, связанные с болезнями. Я в этот момент понял, что единственная болезнь, которую можно именно решить, как принято в физических и математических науках, это старение. И мы разработали алгоритмы, как анализировать большие биомедицинские данные для того, чтобы эффективно искать маркеры старения и регуляторы старения. И вот эти гипотезы мы сейчас проверяем лабораторно на животных, и я надеюсь, что скоро на людях. Наши усилия, наверное, первый раз закончились каким-то явным успехом. Нам удалось омолодеть мышей при помощи экспериментальной терапии, которая как раз была найдена при помощи средств машинного обучения и искусственного интеллекта. Даю тебе слово. А ты мне передаешь обратно? Пока нет. Я просто боюсь, что мы совсем далеко уйдем. Вы сказали, что у вас степень по астрологии? Нет, у меня степень по физике и астрономии, но в дипломе есть опечатка. Мне выдали диплом физики и астрологии. И этот диплом мне позволили сохранить. Поэтому, если у нас ничего не получится, открою на Тверской. У меня будет настоящим дипломом. И можно будет под это получить деньги, кстати. Это, кстати, международный диплом. А, кстати, о новостях. О новостях, да. Российско-сингапурская компания ГЕРА – это компания, которая специализируется на разработке терапии в области старения посредством и с помощью искусственного интеллекта – привлекла 2,2 миллиона долларов для того, чтобы как раз омолодить мышей. Насколько легко было получить эти деньги и на что они вам нужны? Деньги, очевидно, нужны для разработки препарата против старения. Идея разрабатывать препарат именно против старения, а не против какой-то болезни. Довольно необычно для фармацевтической, медицинской промышленности, где вам сначала нужно заболеть, чтобы вас начали лечить. Как вы понимаете, старение – это ситуация, когда вас надо начинать лечить до того, как вы заболели. И, в принципе, привлекать деньги на такие проекты еще до недавнего времени было тяжело. 250 миллионов человек будет старше 60 лет в Китае через несколько лет. Ясно, что эти люди ограничены трудоспособны из-за того, что у них целый букет возраст-зависимых заболеваний. В Китае есть только один ребенок на семью, непонятно, при их пенсионной системе, кто будет делать. Там, по-моему, уже отменили этот ограничение. Отменили сейчас, а проблема решится через 20 лет. Проблема в том, что даже в развитых странах, если мы будем накапливать количество стариков в том теме, в котором это происходит сейчас, необходимость их лечить при резком снижении количества людей, которые будут трудоспособны, создаст огромную проблему для пенсионных страховых компаний. Это проблема, которая стоит десятки триллионов долларов. И для решения этой проблемы фактически и создается вся эта индустрия, которая ставит свои задачи, попробовать затормозить старение, позволить людям сохранить свою продуктивность, но фактически зарабатывать хотя бы на себя в течение максимально долгого времени. Вот это поколение бэби-бумеров, которые, к сожалению, сейчас начинают уходить массово по возрасту в развитом мире, это самое богатое поколение в истории нашей цивилизации. Эти люди имеют под своим контролем десятки триллионов долларов в управлении. И очевидно, что те решения, те технологические решения, которые могли бы как-то помочь увеличить качество их жизни, ну, помочь им так или иначе, получат самую благодарную аудиторию и смогут заработать огромные деньги. А можно ли говорить о том, что ввиду устаревания населения... Старение. Да, старение. Ваше население устарело. Заменить. Хорошо бы эту тему обозначить. У тебя нейропластичность падает, а приучиваться надо сейчас все чаще. Ну, и люди становятся ненанимаемыми, начиная с какого-то возраста. На пике форм людей сдержать. Ну, то есть, от этого продления есть ощутимый экономический эффект. Чертовы миллиарды! А что вообще происходит на рынке? Кто во что инвестирует? Джефф Безос активно вкладывается в эту историю. Естественно, этим интересуются технологические гиганты. Тот же самый Google создал компанию... Калифорниан Life Science. Они завели колонию животных, млекопитающих, голых землекопов. У этих животных на протяжении почти 40 лет нет никаких видимых взрастных изменений. Компания Calica набрала больше 6 тысяч этих животных разного возраста. Проверила, кто когда умер, ну, по записям. И опубликовала работу. Как нам кажется, и как они говорят, в ближайшие годы мы увидим, ну, как бы такое... Серьезное усилие для того, чтобы воспроизвести какие-то элементы биологии нестареющих животных в людях для того, чтобы затормозить старение. Землекоп – это существо размером с мышь. Чуть-чуть тяжелее мыши. Но мышь за два года почти гарантированно умирает в лаборатории, в живой природе. Глядя на эту тварь, она выглядит довольно безобразно. Они действительно лет 40 точно не стареют вообще. У нас здесь есть мнение, что голый землекоп достаточно симпатичен. У них следующая реакция на стресс. Если стресс был очень сильный, тогда они выбирают одного землекопа и его убивают. Потому что кто-то должен ответить. Как люди! Вот, поэтому если мы сейчас очень сильно напугаем, то они кого-то убьют. Должны быть шлюзы. Заходите. То, что сейчас происходит, и такая схвалка, это им очень приятно. Больше всего они будут посыпать таким вот клубом. А покажите, пожалуйста, королеву. О, похоже. Здоровая, длинная. Вот это королева, она, видите, длиннее остальных. Они, поскольку норные животные, королева может родить 20 землекопиков за раз при беременности, растягиваться в длину. А что это, вот она скользит вниз? Ей там... Это, вот, гуляет. Королеву можно выбрать любую или надо еще родиться королевой? Это не как у Муравьев. Любая самка, на самом деле, теоретически, похоже, может стать королевой. Потому что у нее все органы есть, головы, но они в недоразбленном состоянии. И если вдруг какая-то происходит перманальная перестройка, то они увеличиваются в размерах. Она вспоминает, что она тоже женщина. И начинает размножаться. Потому что у нас вот когда была революция, и практически убили королеву в этой колонии, а революция, рядовая, совершенно бесполая, казалось, босса, мы даже не знали мальчика или девочка, но внешне они не отличаются. Через время она родила, ну, уже землекопчиков, большинство здесь, в этой колонии, это ее дети. То есть это новая королева? Да, здесь королева новая. А старую куда вы дели? Старая, в отдельной колонии, у нас на втором этаже еще две колонии, она мне, ну, на самом деле, перебил позвоночник в результате драки. И для любого животного была бы смерть, но, по сути, это супер, это Маус, а она мне все заживо. А вы лоббист королевы. А покажите главную революцию, самолита королевы. Единство крупнее, это, наверное, Паша, ее муж. Паша, это у него, правда, есть официальная дула, очень подсказанная. Его нельзя назвать королевом, потому что, смотря, это очень жесткий, всем правит королева. Какое может быть практическое применение вот этих наблюжений? Наши очень близкие родственники, тоже их питающие. Мы ищем, что они себе отключили, что позволяет им не ставить. Мы считаем, что они, нет какой-то специальной супер-мегазащитной системы. У них просто нет системы, которая их портит. И вот, и эта система есть у всех остальных. Более того, мы ее, похоже, нашли. Сразу вопрос. Неужели мы идем по тому же пути? У нас будет... Может быть, в этом секрет. У нас будет женщина, мат... Матка. Мат-героиня, давайте так. Я не боюсь этого слова. Матка, которая будет рожать за всех. Мужики будут умирать. И что? Секрет уголите. И женщины будут жить вечно. Вот такой сценарий. Ну, во-первых, давайте здесь осторожно. Вечно и не стареть. Это разные вещи, да? Потому что у человека риск смерти удваивается каждые 8 лет. Начиная с какого возраста? Примерно начиная с 40 лет. Если бы наше здоровье можно было сохранить в 30-40-летнем возрасте, ну, в той точке, то ожидаемая продолжительность жизни была бы 300-500 лет по разным оценкам. Если вам сейчас 30 лет, да? То вы проживете, скорее всего, 40. Если вам 70 лет, то вы проживете, дай бог, 10. Если вам 80 лет, то вы проживете несколько лет. Ожидаемая продолжительность жизни постоянно сокращается. У землекопа, насколько мы сейчас понимаем, если он прожил 10 лет, 20 лет или 30 лет, перед ним все те же самые 30 лет жизни. Он не стареет в смысле, что его организм не испытывает никакого функционального ухудшения своего состояния. Тот же самый Google может предсказывать по запросам вспышки гриппа в отдельных штатах, там, условно. А вот вы же тоже работаете с данными? В первую очередь, мы являемся партнерами так называемых биобанков в развитых странах Великобритании в первую очередь. Располагая таким набором данных, вы можете видеть, какие, в том числе, генетические факторы определяют вероятность восстановления заболеваний, выживания при том же ковиде и так далее. Это дает вам отправные точки для разработки новых лекарств. Как раз хорошо поговорить, что что бы ни делала Гера или Элевиан, это будет через 5 лет у очень больных, через 10 лет, дай бог, у студентов. Что делать тем, у кого нет 10 лет, что 10 лет можно сейчас получить только ЗОЖем, а это критически, ну, а надо дожить до терапии. Все, тогда что, читаю про Элевиан? Давай я говорю о том, что... Тебя можно по имени назвать? Конечно, меня зовут вообще Марина, да, и это официальная информация, да. Что ж ты раньше не говорила? Давайте перейдем к следующей новости. А можем не переходить за чем-то? Возможно, здесь будет просто склейка. Компания Элевиан – это стартап, который поднял 24 миллиона долларов и изучает воздействие белка GDF11. Да, я хотел бы уточнить, что Элевиан за все время подняли 24, а буквально совсем недавно они получили из этих 24 как раз 15 миллионов, поэтому мы обсуждаем этот кейс. Но что здесь особенно интересно? Насколько я знаю, Петр, подход Элевиан и подход Геру в чем-то схожий. И то, что делаем мы, и то, что делают они, берет свое начало в таком замечательном, интересном факте, что такая немножко вампирская тематика. Довольно давно известно, что если перелить кровь молодых животных к старым, то старые животные омолаживаются. Можно, например, сшить кровеносную систему молодой и старой мыши и обнаружить, что старая мышь при этом молодеет, а молодая мышь при этом стареет. Совершенно очевидно, что в крови старых животных существуют факторы, то есть какие-то молекулы, клетки, которые запрещают стволовым клеткам участвовать в регенерации для восстановления повреждений. Есть очень красивые эксперименты, в которых стволовые клетки из старых животных отправляют в молодых. Они там подсвечены, все красиво, Стэнфордский университет, как положено, что называется, на все ваши миллионы долларов денег, картинки. Но прикольно, что молодые мыши с стволовыми клетками из старых мышей отправляются на беговую дорожку и на следующий день получают часть своих мускулов, которые выросли из стволовых клеток старых мышей. То есть старые мыши не могут набрать мышечную массу не потому, что они какие-то старые, испорченные, поврежденные стволовые клетки имеют, а потому что есть что-то в старых мышах, которое запрещает их стволовым клеткам участвовать в регенерации. Собственно, и Элевиан, и наша компания, и ряд других проектов, ставят свои задачи найти, что же это за такие факторы старения находятся в крови, которые, если кровь разбавить молодой кровью, то есть снизить концентрацию факторов старения, кровь становится как бы животворящей и позволяет в том числе исправить значительный объем повреждений, который накоплен старой мышью. Разница между нами и Элевиан состоит в том, что Элевиан делает терапию на основе факторов омоложения, то есть они делают укол рекомендантным GDF-11, который добавляется в кровь и создает сигнал на омоложение, в то время как мы нашли мишень, то есть циркулирующий фактор, вот тот самый фактор старости, который мы наоборот подавляем при помощи терапевтического воздействия и подаем мыши, или, я надеюсь, будущему человеку, сигнал на то, что его реальный возраст отличается от паспортного, и пора всё-таки заняться регенерацией. Вы купили кровь женщин. Это звучит немного странно. Мёртвых женщин. Купили кровь мёртвых женщин, которые в течение 15 лет сдавали кровь и умерли. Большая база в Англии. Мы искали по всему миру. Предусмотрительно англичане заморозили правильным образом кровь. Она должна определённым образом быть заморожена. И использовали нашу машинку для того, чтобы найти белки, те, которые оказались причиной того, что люди старели и в итоге умерли. Мы нашли несколько белков, заблокировали их антителом в мышах. Сначала во Франции, а потом в Сингапуре. И первый раз в мире, насколько мы знаем, с одной инъекции получили эффект омоложения. Это второе доказательство после червей. То, что наша машина – это не наше воспалённое воображение, а то, что она работает как минимум уже на двух животных. То есть на червях и на мышах. Что ещё? Какие там кровь, кости, органы? Я расскажу. Побольше жареных фактов. Английский биобанк «Боже, храни королеву». Они потратили миллиарды фунтов и стерлингов, думаю, тоже, на то, чтобы оцифровать порядка полумиллиона британцев, получить их геномы, получить диеты, дата постановки диагноза, дата смерти родителей, образования. Очень много фактов, с которыми ты можешь работать. То есть фактически никакой выборки получили весь массив? Практически весь. Информация из английского биобанка и из одного американского биобанка нас натолкнула на факт, что даже количество шагов в минуту при наличии моделей достаточно для того, чтобы оценивать риски смерти. Понятно, но гиподинамия же и раньше – это не было секретом. Гиподинамия, гиподинамия. Что это за птица? Что это за птица? Это поясните, это поясните бои. Биологический возраст – это такое же физически ощутимое явление, как температура тела. И ты его можешь мерить. Ты его можешь мерить кровью, можешь мерить машинлеником по лицу, можешь мерить по шагам в минуте. После этого мы пришли в каждый смартфон. Ты отжала все монетки просто. Вообще-то мы из-за чего вписались в музей советских игровых автомат? Марина обещала нам по полному коробку жетончиков. Да я что приехал. Следующая новость. Понятно, что сейчас в период мировой пандемии риски повышаются. Но это же, насколько я знаю, касается не только пожилых. Швеция выпустила данные, по которым они ожидают в среднем снижение продолжительности жизни, по-моему, на полтора года. О чем говорит Анча Баранова, насколько я понимаю, вы говорите об этой новости. Это что люди, которые пережили ковид, то есть пережили стресс, с точки зрения маркеров биологического возраста, выглядят старше. У здоровых молодых людей через 2-3 месяца после инфекции все эти биомаркеры отскочат в норму. У тех людей, кто получили до этого хронические заболевания, биомаркеры в норму не отскочат, и эти люди действительно проживут меньше. Поэтому здесь важно показать, что пострадают в первую очередь люди с хроническими заболеваниями. Понятно. А причина – стресс в итоге? Да. Любой стресс повышает биологический возраст. Вот человек курит, у него биологический возраст повысился, бросил курить, понизился. Человек стрессован на работе, человек пережил какое-то инфекционное заболевание, у него маркеры биологического возраста повышены. Это, кстати, по лицу видно. Один интересный маркер старения есть – это похмелье. Да. Как это работает? Это маркер вообще старения? Конечно. В молодом возрасте неважно почти что пить, почти неважно в каком порядке, но к 40-50 годам люди переходят на качественный алкоголь неспроста. То есть цель ваших, в частности, исследований и вообще всех, кто над этим работает – снижение биологического возраста. Можно ли чувствовать себя в 50 на 30? Ну, если посмотреть на, не знаю, Уму Турман или Брэда Питта, это видно, можно. Ну, на самом деле, вы хороший вопрос задали, потому что разница в продолжительности жизни между людьми разного, назовем так, социального класса или статуса в развитых странах составляет прямо 15 лет. Это довольно похоже на вашу разницу между 50 и 30. Какой возраст является границей, после которой никакой спорт и полезное питание мне уже не помогут? Не помогут дождаться той самой таблетки, которую могут изобрести или вообще? Ну, в том числе, не дождаться таблетки. У нас чисто еще и потребительский вопрос, а как мы это на себя можем? Совершенно верно, да. Я думаю о себе. Условно говоря, до 25 лет человек занимается здоровым образом жизни для того, чтобы лучше выглядеть. После 25-35 лет человек занимается здоровым образом жизни, чтобы не получить хроническую болезнь. Меня сейчас убьют доктора и те, кто рассказывает людям о вреде курения. Но, правда, жизнь состоит в том, что пока у тебя нет хронической болезни, если ты откажешься от курения, то твои маркеры функциональные, молекулярные, клеточные через несколько месяцев придут в норму. Я-то, кстати, хорошо знаю от страховой компании. Поэтому то же самое касается и интервенции с другим знаком. Ты можешь сходить в спортзал, заниматься спортом, ты действительно получишь какое-то небольшое изменение своих маркеров. Как только ты на это забил, если ты здоров, через месяц ты будешь в том же состоянии, как и до спортивного зала. Так возраст-то. Поэтому я говорю, свыше 35 лет, когда смертность начинает нарастать, до этого момента гораздо больше шансов утонуть на борде, на вейборде. То есть, друзья, до 35 лет ослабляешься, после 35 лет стоит задуматься. Да, после 35 лет либо ищите хорошего доктора, либо хороший спортзал. Спорт должен вести к тому, что откладываются хронические заболевания. Как это сделать? Да, мы знаем, что надо больше двигаться, мы знаем, что люди бегают. В разных странах на первое место по смертности, вместо болезни сердца, как было все время раньше, сейчас выходит онкология. Есть такой замечательный математический факт, что если завтра появится таблетка, которая вылечит все виды рака за один день, то сначала смертность, конечно, снизится, пока мы вылечим всех людей, кто сейчас болеет раком. А продолжительность жизни вырастет всего на 2-3 года, потому что те люди, которые сейчас умирают от рака, в случае, если рака не будет, через несколько лет умрут от другой хронической болезни. Кстати, от деменции нет лечения вообще никакого. Если от рака есть еще какие-то шансы, и сейчас 10-летняя выживаемость при раке превысила 50%, что как бы выдающееся достижение, то от деменции есть ровно ноль лекарств. Причем все лекарства экспериментальные последнего времени провалились в клинических исследованиях. Поэтому, если мы не остановим старение, то вылечив сердечно-сосудистые заболевания и онкологию, мы все счастливо забудемся в районе 70 лет, пройдив чудовищные расходы на лечение. Хорошо, предположим, мы продолжаем заниматься ЗОЖем или продолжаем не заниматься ЗОЖем, ждем таблетку, которая остановит старение. Эта таблетка поможет нам эти болезни победить? Если да, то каким образом? Теперь смотрите, возвращаемся к вопросу, что делать в зависимости от того, сколько вам лет. Очевидно, что если вам 70 лет, и вы случайно еще здоровы, то вашей правильной стратегией должно являться участие в любом клиническом исследовании любого препарата от старения, к которому вы только сможете записаться. На самом деле информация о клинических исследованиях доступна. Много наших соотечественников за рубежом имеют компании, которые находятся в клинической стадии. Я думаю, что при определенной энергии такое можно себе или своим родственникам устроить. Если вам 20 лет, то вероятность того, что в течение следующих 20 лет будет создано эффективное лекарство от старения, созданное и испытано, достаточно велика. Поэтому в 20 лет я бы совсем не беспокоился о какой-то фармакологии, не старался бы панически принимать нитформин и так далее. Интересная дилемма возникает у тех людей, которым сейчас около 50 лет. Мы знаем, что те интервенции, которые сейчас испытываются в клинических исследованиях, будут, наверное, зарегистрированы через 5, если все будет хорошо, но попадут они сперва к очень больным людям. Еще 5 лет примерно потребуется для того, чтобы доктора освоились с этими новыми лекарствами, поняли, как применять, и начали назначать их людям, которым сейчас условно 50 лет, которые еще условно здоровы. Это означает, что существует такой, назовем, гэп, существует такая ловушка на 10 до 20 лет, в зависимости от того, насколько вы оптимистичны, для людей, которые в случае, если потеряют здоровье в результате тяжелого хронического заболевания внутри этой зоны, эти люди не успеют воспользоваться революцией в долголетии. В развитых странах и в Москве, кстати, Москва очень похожа по структуре хронических заболеваний и смертности все-таки на развитые страны, возраст первого такого инвалидизирующего хронического заболевания, когда прям качество жизни меняется драматически, перешло за 65 лет даже. Поэтому 10 раз ходить в спортзал для того, чтобы продлить жизнь на 5 лет, не прокатит, потому что если вы отмените, если вы прекратите это делать, то эффект исчезнет. Те, кому сейчас 40, у кого есть 15-20 лет до возникновения первого хронического заболевания, могут относительно расслабиться, я бы сказал так. Но люди, которым сейчас 50 лет, это люди, которые совершенно четко должны думать о том, как сделать так, чтобы, не дай бог, инсульт или онкологическое заболевание, или даже хотя бы диабет произошел как можно позже. Я бы здесь привел пример из области онкологии, я люблю этот пример приводить, Джим Картер, это бывший американский президент, который недавно, в возрасте 90 лет, получил метастазирующий рак кожи. У него были метастазы в мозге, 10-20 лет назад это был бы приговор. Этот человек получил экспериментальную иммунотерапию и был полностью излечен от его рака. 90 лет – это очень почтенный возраст, ему просто повезло, что он получил этот рак в 90 лет, а не в 70 и в 80, как все его одноклассники, нормальные люди. Вот это вот везение, которое дало ему плюс 10 лет продолжительности жизни, было усилено технологически, потому что внутри этих 10 лет появилась интервенция, которая полностью вылечила его от его рака, и этот человек теперь может прожить еще, возможно, столько же. То есть, сколько нам нужно продержаться, чтобы потом иметь возможность получить волшебные таблетки? Никогда раньше эффект от здорового образа жизни не был так силен. Он сам в себе невелик, он не может быть больше 10 лет, скорее всего, 5 лет. Но с учетом того, как быстро развиваются технологии, вот эти ваши дополнительные 5 лет, которые можно получить при помощи ЗОЖа, могут быть усилены экспоненциально за счет появления новых медицинских технологий. 5 лет важны, потому что клинические испытания препаратов, которые занимают те же самые примерно 5 лет, они занимают… Вот впервые возникла ситуация, раньше вообще никто ничего не делал против старения, правильно? Вот поэтому, ну, плюс-минус 5 лет, надо ли тебе сейчас 3 года из этих 5 лет в спортзале провести для того, чтобы вообще чего-то добиться. Сейчас как бы совпали такие факты, что, условно говоря, ЗОЖ может дать тебе порядка 5 лет, и это время, ну, 5, максимум 10 лет, и это время, в течение которого первый препарат против старения закончат свои клинические исследования. Отлично. Такого никогда не было раньше. 5 лет на авокадо и сельдерея и спортзал вместо картошки фри и бара, вот эти 5 лет тебе продержаться, и есть шаг, что то, что ты себя сохранишь, тебе поможет. Правильно я понимаю? Хотя все равно это имеет проэтностный характер, да, но никогда раньше несколько лет не были так важны. И эта ситуация с развитием технологий станет все более и более… Да-да-да, понятно, что с каждым наугодом есть больше вероятность дожить до тех технологий, которые действительно продлят жизнь. Но окей, есть там… Вот нужно прожить лишние 5-10 лет. Можешь заниматься спортом. А что еще делать? Принимать таблетки, БАДы. Есть же… Как дожить? Есть же такое понятие, как longevity, escape velocity. Так живет Рей Курцвейл. Он там горстями ест БАДы. Что вот на это… Ну, смотрите, произошло, наверное, довольно знаменательное событие. Опубликована первая работа, в которой в результате полуторалетней интервенции на людях, то есть экспериментальных комбинаций и экспериментальных препаратов биологический возраст снизился на полтора года. Это только вот эффект таблеток? Да, эффект таблеток. То есть, возможно, впервые… Ну, мы точно не знаем, да, если… Так, каких я просто запишу сейчас. Ну, это… Можете погуглить. Хорошо, погуглить. С 15-20 лет появляется вероятность, что будут… Ну, то есть, высокая вероятность того, что возникнут таблетки, которые позволят… Ну, да, условно, таблетки препаратов… Существенно замедлить старение. Существенно замедлить старение. Или все-таки омолодиться. То есть, мы заморозимся все-таки или отмотаемся. Да, возможно, два типа продуктов в долголетии. Существуют подходы, которые смогут затормозить скорость старения. А другой подход нам – это именно омоложение. Причем, ну, во-первых, это круто звучит. Во-вторых, это действительно экспериментально продемонстрировано. То есть, это не просто фантазия. Мы предлагаем использовать короткие курсы, где дается самая большая доза препарата, которую человек только может выдержать, а врачи еще могут помочь ему выдержать. Вся побочка через месяц максимум исчезнет. То есть, это сродни химиотерапии, что ли? Ну, да. Тебя привели, ты очень жестко лечишься, страдаешь месяц, но потом ты помолодел на 10 лет. Ну, причем страдать не обязательно, я говорю, в худшем случае. Даже если есть какая-то побочка, то врачи должны научиться ей управлять, а человек получает большой эффект на изменение биологического возраста, который остается с ним на большое время. Это уже доступно? Это скорее как на курорт съездил, тусовался месяц в Сочи, и я молодец. Ну, как надо тусоваться. Так что уже уехать хочешь. Это доступно уже сейчас? Ну, не знаю, там, Мадонна. Это уже доступно мышам, уже несколько групп в мире. То есть, мыши уже живут лучше людей, в принципе, дольше, дольше. Ну, скажем так, я не уверен, что в лаборатории так же классно. Там могут кровеносную систему срастить, как мы выяснили. Да, это в какую группу попадешь. Если все вот так вот сохранятся, как в игре, то что будет дальше? То есть, нас всех ждет перенаселенность планеты. В районе 2025 года, в 70-е годы, именно на эту дату намечалась бесконечная численность населения на нашей планете. Биосфера, ну, или там наш вид отреагировал совсем по-другому. Вы же, наверное, знаете, что скорость роста численности населения на нашей планете замедлилась. Вместо того, чтобы нарастать, то, что называется, гиперболически, даже быстрее, чем экспоненциально, с перспективой взрыва и апокалипсиса в 2025 году, население нашей планеты начинает выходить на константу. То есть, скорость роста замедляется, и константа сейчас примерно там 8 с чем-то миллиардов жителей на нашей планете. И вот эта вот численность, ожидаемая порядка 12 миллиардов будет на Земле. Единственная проблема, которую мы видим, и об этом мы говорили в самом начале, это то, что у людей с возрастом переворачивается возрастная структура, пожилых становится больше, но люди начинают терять продуктивность. Люди живут и не могут себя материально поддержать. Ну, не у всех же людей есть накопления, которые позволяют им жить неограниченное время. Поэтому задача биотехнологии и долголетия состоит в том, чтобы зафиксировать людей в определенном возрасте, ну, то есть люди стареют, омолаживать, омолаживать, или не позволять им стареть, так, чтобы у людей оставалась продуктивность, ну, то есть способность, качество жизни, и способность в том числе хотя бы обеспечивать себя и производить какой-то общественно полезный продукт, так, чтобы все вот это стабилизирующее, стабилизирующее вонное население могло как-то там восполнять потери, да, мы же не говорим о бессмертии, люди все равно будут умирать. Главное, чтобы эти люди могли себя поддерживать. Эти люди будут получать лечение, вот как я предлагал, похожее на химиотерапию, то есть, скорее всего, страховые компании будут оплачивать лечение, это как бы хорошо для нашей компании, то есть это не косметика, это прямо в интересах страховой компании, чтобы страховая компания не платила за лечение рака, диабета или еще чего-то, что ей дорого. Эти люди по биологическому возрасту обратно отправятся в свои 30 лет и начнут вкалывать так же, как они могли вкалывать в 30 лет. То есть, можно будет вернуться и в возраст деторождения? Я не думаю, что... Да, люди вернутся в возраст деторождения, но опять же, здесь важно не деторождение, а мы знаем, что те же когнитивные функции без всякого Альцгеймера там после 40 лет начинают, видимо, задавать. Я вот вижу применение таких технологий именно для того, чтобы людей вернуть обратно в возраст пиковой продуктивности. Это позволит им продолжать использовать опыт, и что важно продолжать учиться дальше. Вот сейчас идея о том, что у тебя пожизненное обучение – это фикция. Когда у тебя снижается нейропластичность, пожизненное обучение – это как бы и джизм, и дискриминация. На самом деле, это все не работает. Но если появятся интервенции, которые позволят зафиксировать нейропластичность, ну, хотя бы, пусть не на 20-летнем возрасте, но хотя бы на каком-то приличном возрасте, то тогда идея постоянного переобучения людей, перевовлечения их в какой-то производственный процесс и так далее, станет опять реальной. Женя, вопрос. Да, а что спрашивать-то? Я не понял. Мы все время обсуждаем долголетие, ну, как какую-то там абстрактную цель – прожить дольше. Практически все интервенции, направленные на увеличение продолжительности жизни, увеличивают стрессовую устойчивость. Ну, человека так или иначе. И в этом смысле сродни немного спортивной медицине. Плохая шутка состоит в том, что, возможно, технология продления жизни будет не только на Земле применяться для того, чтобы мы жили там 150 лет, может быть, больше, а даже скорее для того, чтобы люди смогли выживать на Марсе, выживать там в каких-то диких, нечеловеческих условиях, добычи полезных ископаемых на астероидах и так далее. То есть, подобные технологии позволят, в первую очередь, не только продлить жизнь, а позволить людям сохранять продуктивность в условиях, которые гораздо более тяжелые, чем сейчас. То есть, как бы в будущем же не гарантировано, что жизнь станет проще. Возможно, мы будем жить столько же, сколько сейчас, но в колодке 10 раз больше. Хороший прогноз. Давайте, знаете, еще что обсудим? Куда сейчас идти и как попасть в индустрию, как попасть к вам на работу? Для технологии это новая IT, достаточно почитать. Сум Альтман, его блог и так далее. Человек уверен, что компания, которая продлит жизнь всего на один год, будет стоить не меньше 100 миллиардов долларов. Сейчас электронные медицинские карточки доступны для миллионов людей. Правительство всех стран заинтересовано в решении проблем хронических заболеваний и старения. Вы приезжаете в Сингапур, у которого население там больше 6 миллионов, чуть-чуть больше, чем 6 миллионов человек, и тебе с виноватым видом директор клинического центра говорит, вы понимаете, у нас оцифровано пока всего 2 миллиона человек, извините, пожалуйста. Но типа к концу года будут оцифрованы все, и пересечения между биотехом, IT и медициной, способны создавать огромную добавленную стоимость. Я уверен, что все эти 6-7-значные зарплаты, опционы и доли в будущих биотехкомпаний доступны людям сейчас с формальным математическим, компьютер-сайенс, машин-ленинг-образованием. Такие люди нужны нам, такие люди нужны всем нашим конкурентам, такие люди могут потом продать свои компании, устроиться на работу в Калик, в Google, Amazon. Куда писать? А куда писать? Gera.ai. Добро пожаловать. Да, я хотел бы сказать, что в качестве первого шага вы можете пойти в онлайн-школу Geekbrains, в которой недавно запустился курс про бигдата в медицине, и как минимум попробовать с этого курса погрузиться и понять, насколько это ваше, не ваше, насколько хорошо это у вас получается, ну а потом сразу после окончания в Gera. Итак, друзья, мы перешли к самому интересному этапу. Мы попробуем сделать предсказания будущего, которые мы заслужили. Смотрите, раз у меня в первом российском дипломе все-таки инженер-физик, поэтому я смогу сделать инженерное предсказание. Я уверен, что в течение 20 лет с вероятностью, наверное, больше, чем 80%, удастся достигнуть то, что называется по-английски longevity escape velocity, то есть ситуации, когда миотехнологии смогут добавлять людям лет жизни больше в среднем, чем люди теряют за то же время. Ответ на вопрос, к чему это приведет, выходит за рамки инженерной дискуссии. Так как за дело берутся айтишники, у которых в голове KPI, продуктивность и все остальное, то мы можем оказаться в цифровом концлагере, в котором мы живем не 50 лет и 500. Как эти технологии на самом деле будут применяться, выходят за рамки моей компетенции, хочется надеяться, что жить будем не только долго, но и весело. Ура! Всего доброго! До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok